Уже с нового 2017 года нормы ГТО для муниципальных служащих станут обязательными, поэтому у Октябрьской администрации решили проверить себя заранее. Вообще работа в администрации района очень сложная, очень напряженная, требующая отдачи и физических сил, и моральных. И для восстановления, конечно, необходимо, для восстановления их сил, конечно, необходимо иметь хорошую физическую форму. Поэтому каждый работник администрации, я думаю, сегодня покажет, на что он способен. Андрей Сухоруков своим примером показал подчиненным, что к труду и обороне готов. Выполнил все упражнения и сдал на золотой сертификат. У нас были выданы вот такие сертификаты каждому участнику, и там было помечено, что было сдано, то есть бронза, серебро или золото. Вы лично как сдали? Я сдала на серебро, у меня чуть-чуть, маленько не хватило, прыжок в длину. В программе подтягивания, рывок гири, прыжок в длину, наклоны вперед из положения стоя, а также отжимания и пресс. Раньше я, конечно, сдавала норму ГТО, вспомнила молодость. Это очень хорошо для здоровья, для поддержания своей физической силы, ну и настроение. 70! Шоу на рекордовать. Ну вот сейчас, когда выполнили упражнение, пожалуйста, нам пару слов просто ваше впечатление по нормам сдачи ГТО. Ну нужно заниматься, нужно постоянно заниматься спортом. Этого не хватает, я так думаю. Ну вот, например, гири я вообще никогда в жизни даже не пытался пробовать. Хотя занимаюсь спортом всю жизнь тоже. Топикой из лука, правда. Кроме сдачи норм ГТО на стадионе прошли соревнования по скиппингу. Это прыжки через скакалку. Участники пробовали свои силы в трех видах. Прыжки на скорость, на выносливость и командные прыжки. Дмитрий Гомбоев, Виктор Горновской. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин